Приветствую всех на моем канале. В этом ролике я хочу вам показать, как можно снять и почистить клапан EGR на машине Renault Grand Scenic 3. Что же такое клапан EGR и для чего он придуман? Клапан EGR, английское сокращение, либо ROG, это рециркуляция отработанных газов, российская аббревиатура, был разработан экологами и внедрен на современные автомобили для снижения выбросов оксидов азота NOx в атмосферу. Как же образуются эти оксиды азота? Оксиды азота образуются в камерах сгорания двигателя из-за того, что высокая температура горения происходит. И вот автопроизводители, благодаря этому клапану EGR, работает он следующим образом. Он просто подмешивает дозированно отработанные выхлопные газы обратно в систему впуска. И, соответственно, клапан меняет расход этих газов, их подмешивается больше или меньше, и тем самым уменьшается температура в цилиндрах двигателя. Ставится он на бензиновые и на дизельные двигатели. Но вообще клапаны это большое зло. Дело в том, что в дизельных двигателях, в выхлопных газах всегда присутствует сажа. И когда эта сажа вместе с выхлопом попадает во впуск, а там, как известно, вентиляция картерных газов и присутствует масляный туман, они смешиваются и образуют такой липкий налет, типа пластилина черного. Он оседает на стенках вкусного коллектора, на седлах вкусных клапанов и так далее, и так далее. И причиняет вред двигателю. Также клапан ЕГР может подклинивать в различных положениях, вызывая неполадки в работе двигателя. И в этом видео я сегодня хочу вам показать, как снять этот клапан и почистить. Но прежде скажу, что если есть возможность у вас удалить программно, отключить этот клапан, то не сомневайтесь, отключайте его, и ваш двигатель прослужит дольше. Я думаю, что все знают, для того, чтобы доступ к двигателю был гораздо удобнее, нужно снять вот эту пластиковую накладку, резинку, жабо и бачок тормозной жидкости. По поводу этого жабо хочу сделать небольшое отступление. Не секрет, что оно является проблемным для владельцев сценников. Начинает трепаться, расслаиваться, такая здесь материя, как войлок прессованный, ненадежно. Часто края его обвисают и начинает капать на двигатель, на какие-то там детали вода. Поэтому, если какие идеи у кого есть, кто как делал, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, я хочу его модернизировать, вместо этого войлока, какой-нибудь более плотный материал использовать, еще пока не решился какой. Но это будет по весне, как потеплеет. Вот он наш клапан EGR. Как видно, доступ совсем несложный к нему. Но сначала надо снять еще клапан управления давления турбиной, чтобы облегчить доступ к нашему EGR. Надо для облегчения доступа снять воздушный патрубок. На нем вот такая специфическая скоба. Ее подковыриваем отверткой, тянем вверх. Осторожно в руках, чтобы она туда не выпала вниз, куда-нибудь под двигатель. И снимается патрубок. А здесь еще бултик этот снимаем. И вот хочу заметить, обратил внимание на эту вот щель в желобке. Зачем она? Ладно, хорошо, когда вода стекает на края. Вот здесь капает. Здесь, но чтобы по центру на жабо, а потом на двигатель. Оно же у нас сделано из такого неводостойкого материала. Может взять ее, заклеить чем в стороне. Она нам не мешает. Дальше откручиваем два болта. Я их уже ослабил. Крепящий наш клапан. Ну, кстати, в 636 моторах доступ полегче, чем в 836, в 832. У меня было, я счистил. Выкручиваем эти болты. Все, болты выкручены. И покачивающими движениями извлекаем этот клапан. Там осталась еще железная прокладочка. Вот, интересно, что это за вода такая у нас. Вот как выглядит сам этот клапан. Это конденсат, что ли? Порог воды. По-моему, это вода, ничего иное. Ну, да. Вот. У нас тут нагар сажи. Ну, не сказать, что его много. Я, как купил машину, по весне почистил. Но сейчас я хочу почистить именно шток. Снять вот эту приблуду, выдвинуть шток. Потому что в прошлый раз я его не чистил. Еще бывают варианты, когда нагар такой блестящий, жидкий. Масляно саживаю. Вот это хуже. Это значит, что уже масло попадает, смешивается с сажей в большем количестве. Значит, существует какая-то проблема по поджиранию масла. Но в данном случае у меня просто он сухой. А, заеду, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Был небольшой дымок при запуске. Я думаю, это норма. А при прогазовке дыма не было. Поэтому я считаю, двигатель работает нормально. Но запах такой дизельный, типичный, необработанный, неочищенный. Ну, это ясно. Потому что здесь без сажика, без катализатора идет прямой выхлоп с двигателя на клапан EGR. Ну, будем чистить. Так, первым делом до химической чистки нам надо просто механически очистить эту сажу, которая здесь осела. Просто мы ее выковыриваем, чем-нибудь надо ее пошкрябать. И в итоге мы с этой внутренней поверхности ее удалим. Ну, я сейчас продолжу, потом включусь. Кстати, удобно чистить зубной щеткой. Довольно так легко в пыль снимается эта сажа. Ну, и внутри тоже еще можно подлезть. Аж пыль идет, летит. У меня еще появление коррозии. Вот здесь на этом кольце такие щербинки. Непонятно, из-за чего здесь происходит коррозия. Как будто выдолбаны. Ямочки такие. Для начала я буду пробовать очистить димексидом. Но, как известно, димексид работает только, когда он горячий. Надо его подогреть до градусов 60-70. Поэтому я его помещаю в водяную баню. Заливаю кипяточком. И пускай она прогревается. Затем уже этим распылителем я буду на него пшикать. И посмотрим, что получится. Вот я выдвинул этот механизм на максимум. В общем, заливаю его димексидом. Вот потекла черная вода. Сейчас еще заполним. И пускай отмокает. Ну все, залил это все дело димексидом. Вот он стекает. Пускай отмокает. Ну, так как клапан у нас холодный, желательно все это подогреть. И сам механизм, сам клапан и димексид. И тогда эффект будет более максимальный. Ну, а теперь я хочу промыть бензином. Теперь я вот набрал в бутылку бензина. И буду сливать с бензином. Еще жидкость черней потекла. То есть эффект пошел. Ну, до блеска я не буду, конечно, вычищать. Потому что блеск никому не надо. Нам просто главное, чтобы сам шток блестел. И был чистый. И на нем ничего не скапливалось. И он тогда не будет подклинивать. Еще немножко щеткой можно его там потереть зубной. В общем, так... Вот такой получился у нас вполне чистый уже клапан EGR. Что могу сказать про димексид? Эффекта я большого не испытал. Но, может быть, я сам виноват. Потому что надо подогревать саму деталь. И сильно греть этот раствор димексида. Но так как на улице на зимах холодно. А гаража нет в этих условиях. Получается лучше очистить обыкновенным бензином. Все. Теперь можно ставить клапан на место. Повторю. Блеска там нет. Он и не нужен нам. Одеваем прокладочку. Не забываем. Замещаем отверстия. Здесь такие вот усики есть. На этой прокладочке. Поэтому, я думаю, не ошибетесь. Они должны быть вниз в клапан сам. Многие зададутся вопросом. А какова периодичность чистки этого клапана? Хочу сказать, что нигде ни в какой литературе по обслуживанию наших машин этого не указано. Производитель не говорит, с какой частотой надо чистить клапан EGR. Просто это делается для себя. Если вы собираетесь купить эту машину, либо уже купили у вас, если вы никогда не чистили, просто достаньте этот клапан, снимается он несложно, как вы видели, и почистите. Вы забудете надолго о нем. И если какая-то проблема, естественно, была такая, как дергание при разгоне, связанное с этим клапаном, ошибка по нем, то она тоже должна уйти. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Всем до свидания.